Всем привет на канале ИП. Все вы знаете, наверное, опять по ватсапам, по соцсетям у нас гуляет очередной ролик с поддельной пятитысячной купюрой. И буквально не прошло и нескольких дней, как сначала отреагировало, по-моему, казначейство выдало информацию. И вот сегодня у нас Национальный банк решил дать свое разъяснение по поводу этих поддельных пятитысячных купюр. Сейчас мы вкратце пробежимся по информационному сообщению Национального банка и расскажем свое видение ситуации. И дадим вам подсказки о том, как не попасться на уловки вот этих вот поддельных поддельщиков. Ну давайте начнем. Национальный банк информирует о том, что участились в случае обнаружения поддельных банкнот номиналов 5000 тенге 2011 года. Для подделки характерен серийный номер банкнот ВВ, вот перед вами, кстати, мы специально положили ВВшки, ВВ5547994, но возможны и другие номера. Поддельные банкноты изготовлены с использованием компьютерной техники на защищенной бумаге и наличием водяных знаков в виде геометрических фигур по всей поверхности банкноты. Также на них имеется имитация водяного знака в виде мифической птицы Саморук. Ну что ж, дальше. Национальный банк сообщает, что на подделках имитированы защитные элементы, водяной знак, ныряющая нить, скрытые совмещающиеся изображения, защитные элементы, спарк в виде изображения крыла Барса, изображения видимого тока в ультрафиолетовом свете и другие. Поддельная банкнота в ультрафиолетовом свете не имеет голубого свечения. Вот мы, смотрите, сейчас вам покажем настоящую, чтобы вы увидели, да, голубое свечение. Насбанк тоже ее показывает, свечение. Вот карту внимательно смотрите. Вот голубое свечение, это вот это вот. Ну здесь оно больше все-таки зеленоватое, но на самом деле имеет такой легкий голубоватый цвет. Вот эта вот часть на подлинной купюре, вот это вот, вот это все у нас красно-желтое, а вот это вот светится у нас голубоватым цветом. Так, волокна таких банкнот фальшивоманечками были дорисованы вручную краской. Цветовая гамма поддельных пятитысячной тенге отличается от настоящих тусклым цветом. Национальный банк призывает население быть бдительным и соблюдать всего несколько правил, которые помогут различить настоящие банкноты от поддельных. Для начала, вот давайте первое, разберем, так сказать, разбор полетов с делами. Для начала банкноту необходимо почувствовать, пишет Национальный банк. Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. На банкнотах имеется специальная печать, которая создает рельеф. Ну давайте похрустим, чтобы вы слышали хруст. Вот это вот хорошая хрустящая структура, видите? Слышите хруст? Действительно хруст чувствуется, потому что купюра сравнительно в хорошем состоянии. То есть видите, тут она была в обращении, но не так долго. Вот тоже это, тоже замечательно хрустит. Есть такие ролики, знаете, где на звуках психологически делают. И вот мы давайте тоже похрустим. Хруст денег, он всегда очень приятен. Ну а теперь смотрите, перед вами купюра, которая очень долго была в обращении. Ну это фактически вот буквально сам сдал на днях в Национальный банк. Таких, по-моему, 6 или 8 ветких купюр. Теперь послушайте, слышите ли вы хруст характерный для купюр, который перед этим слышали? Или вот смотрите, двухсоточка. Тут вообще как бы живого места она нет. Хруст, сравните хруст. Какой замечательный хруст, да? Сможете ли вы определить, если у вас поддельная купюра будет хрустеть точно так же, как вот эти? Вряды сможете. То есть как бы ссылаться на это. А, ну да, рельефные рисунки. Вот смотрите, вот рельефный рисунок нанесен специально для людей со слабым зрением. Ну, как бы, как показывает практика, это да, люди, которые имеют слабое зрение, у них, соответственно, другие чувства более обострены. В том числе сезание, слух. То есть они смогут различить. А как бы обычный человек, ну, как бы на это просто не обращает внимания, не заморачивается. Чувствуется, конечно, если очень постараться. Но это надо сосредоточиться. А когда вы будете быстро это делать, то сосредоточиться будет тяжело. Но опять-таки, видите, вот мятая купюра. И вот здесь вот даже вот как бы вот, как бы вы ни старались, вы уже ничего не почувствуете. Потому что она уже имеет ветхость. Так что, идем дальше. Разбираем следующий пункт у нас. Второй пункт. Затем на банкноту необходимо внимательно посмотреть. Цвет банкноты должен быть четким и контрастным. Необходимо посмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяные знаки и цифровое изображение номинала. Аналогичным образом необходимо обратить внимание на сплошную магнитную линию. Ну, в принципе, тут как бы тяжело к чему-то придраться, потому что действительно как бы это элементы, водяные знаки. Хотя водяные знаки сейчас подделываются в полпинка. Но вот эти ленты все-таки подделываются с трудом. Голографическая и вот эта вот. То есть, в принципе, да. Вы по ним сможете, даже если купюра очень ветхая, вы сможете понять, что она не поддельная. Но опять-таки, все зависит от мастерства тех, кто подделывает банкноты. Дальше идем, смотрим. Третий банкноту также необходимо повернуть. На банкнотах номиналом 12, 5, 10 и 20 имеются изображения в виде рисунка, нанесенной цветопеременной краской. При изменении угла наклона цвет изображения меняется от зеленого до золотого. Ну, это вот тот самый Spark, про который речь идет. Но опять-таки, это только при хорошем освещении. Вы сможете это увидеть при дневном освещении и если у вас лампы накаливания. Если у вас стоит галогенные лампы, если у вас стоит энергосберегающие лампы и светодиодные лампы, то вот этих вот нюансов вы, может быть, не всегда сможете увидеть. Потому что там совсем другие эффекты. Даже те, кто занимается, допустим, фотографией профессионально, знаете, что даже в фотоаппаратах, да, там есть специальные настройки в зависимости от цвета. Потому что матрица, точно так же, как и наш глаз человеческий, воспринимает в зависимости от освещения. То есть, это тоже не всегда. То есть, в потемках, в темном переходе, где-нибудь, в каком-нибудь отделчике, в магазине, в супермаркете с плохим освещением, вы этого просто-напросто, вам будет очень тяжело увидеть, тяжело вам заметить будет. Так, на оборотной стороне банкнот 2,5 тысяч имеется голографическая полоса, мы вам ее вот уже показывали. Да, эту голографическую полосу сложнее, конечно, подделать, гораздо сложнее. Но, тем не менее, даже засунем под лампу, чтобы немножко видно было. И Насбанк пишет указанных методов, почувствуй, посмотри и поверни, и более чем достаточно для быстрой визуальной проверки банкноты на подлинность, без применения специального оборудования. Данный метод займет не более 5 секунд и поможет каждому определить подлинность купюр. Ну, как вы видите, в принципе, как бы далеко не каждый сможет. Но, если бы немножко в Национальном банке обратили внимание на другие детали, то этому, может быть, даже заняло бы и меньше 5 секунд. Давайте мы с Игорем Павловичем, с каналом, подскажем, как быстренько определить. Ну, давайте, во-первых, в пресс-релизе упоминается серия ВВ, что подделки идут на серии ВВ. Так вот, знайте, что серия ВВ – это у нас однозначно подпись Килимбетова, председателя Насбанка Килимбетова. У нас существуют купюры с подписью Марченко, Килимбетова и более поздний вариант купюры – вообще без подписи. То есть, можете сразу обратить внимание, если у вас нет подписи и у вас подпись Марченко, вот буква Г характерная, да, Григорий Марченко, то можете сразу быть практически уверены, что, скорее всего, это не подделки, потому что подделки замечены только с серией ВВ. То есть, вот это мы уже сразу отсекаем такой жирный пласт. То есть, как минимум треть купюр мы отсекаем. Это вот такая очень серьезная подсказка. Смотреть, как бы, на номера… Вот Игорь Павлович сейчас, видите, свою мохнатую лапу. То есть, вот здесь вот рельеф гораздо лучше, чем вот здесь. Если вот так пальцем проводите вот здесь, где написано номинал и Казахстан вот их банки, и вот здесь вот пальцем проводите, то здесь рельеф чувствуется очень-очень хорошо. То есть, вы можете проверить на своих купюрах, какие у вас есть. Вот это вы точно почувствуете. Вот это вот нанесенные, которые для слабовидящих, вы не почувствуете. А вот здесь вот оно очень-очень хорошо чувствуется. Поэтому вот здесь вот, то есть, первый признак – это вы смотрите на подпись, второй признак – вы просто пальцем вот так вот. Даже если купюра сильно изношенная, вот почему-то удивительно, но вот в этой части рельеф очень-очень серьезный, и это можно почувствовать. То есть, если вы не чувствуете рельефа, то, скорее всего, вероятность есть, что у вас подделка. Ну, а как наносятся вот эти вот светящиеся знаки? Дело в том, что сейчас особого труда нет приобрести эти всевозможные ручки, фломастеры и ручки с краской ультрафиолетовой. Которая будет светиться в обычных канцелярских магазинах. Поэтому, в принципе, наличие голубого свечения это хорошо, но, в принципе, даже голубое свечение вам сейчас сделать не проблема. Поэтому, конечно, надо проверять, но нельзя прям конкретно затачиваться на том, что вот именно отсутствие голубого свечения. Ну и самое главное, что хотелось бы сказать. Сам Национальный банк много раз, практически всегда, когда выпускает новые серии банкнот, нам сообщает о том, что мировая практика выпуска купюр с крупным номиналом показывает, что не более 5-6 лет после этого купюры должны меняться. Потому что те люди, которые подделывают купюры, они за это время успевают подстроиться под технологии. А технологии защиты купюр, они как бы всегда самые передовые. И фальшивые монетчики успевают подстроиться. Ну а теперь давайте смотрим внимательно. Какая дата у нас выпуска? 2011 год. Да, купюры появились немножко позже, но факт того, что степень защиты все на этих купюрах характерна для 2011 года. Сейчас у нас уже 2019 год. 8 лет. То есть получается, Национальный банк сам допустил очень серьезную просрочку. Именно по этой самой причине и возникли риски того, что появились поддельные 5-тысячные купюры. Безусловно, купюры всегда появляются, но как сам пишет Национальный банк, что это уже в большом количестве, то это как бы очень серьезный сигнал. И, соответственно, надо принимать меры к тому, чтобы скорее выпускать новые купюры с новыми современными степенями защиты. Чтобы наши фальшивомонетчики не успели, не успевали подделывать купюры. Это очень как бы важный момент. Да, мы знаем, что сейчас готовятся новые банкноты на латинице. Но когда они выйдут, пока неизвестно. А сами видите, фальшивомонетчики уже всерьез создают ажиотаж среди населения. Ну и, естественно, мы призываем вас не поддаваться панике. Да, поддельные купюры, они всегда есть, были и будут. А просто надо быть внимательными. Как только вы обращаете внимание, что купюры поддельные, то, соответственно, сообщать надо в правоохранительные органы, сообщать в Национальный банк для того, чтобы как можно скорее пресечь появление этих купюр. Ну и опять-таки, будьте особо внимательны не ко всем купюрам, а именно к купюрам серии ВВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!